Всем привет, друзья! Это обзор новой 214 главы манги One Punch Man, в которой произошло много чего интересного. Но прежде чем начать, хочу познакомить вас с Армером. Это переводчик манги, который делает свою работу очень качественно и быстро. Моментальный перевод новых глав выпускается практически сразу же после английской версии. Лично я подписался на группу и включил уведомления, чтобы сразу узнать о выходе новой русской версии. Что я и вам советую. Ссылка на группу будет в описании. Переходите и подписывайте, чтобы первыми читать новые главы One Punch Man. Ну а с вами, как всегда, аниманка, и мы начинаем! Итак, не хочется вас томить, поэтому сразу перейдем к главному. Ядро Геннесса, которое осталось у Сайтама, никуда не делалось. Наоборот, оно подключается к Геннессу, а тот загружает в себя все его данные, которые сохранились того таймлайна. То есть, Геннесс уже все знает. Как я и говорил в обзоре 213 главы, это ядро не просто источник питания Геннесса, но и процессор, в котором хранятся все его данные. Все, кто соглашались со мной, ура! Мы угадали. Далее Геннесс рассказывает Сайтаме, что тот путешествовал во времени, дрался с Гару на Юпитере, а затем, после того, как Гару пришел в себя, он помог ему всех спасти. И в итоге, переместившись в прошлое, Сайтаме удалось его остановить и спасти всех. Геннесс думает, что Сайтама просто делает вид, будто ничего не помнит и не понимает. И на самом деле, он просто хочет позволить другим героям, которые храбро сражались, прописать услуги им, как это было с Морским Королем в первом сезоне. В любом случае, учитель, вы прыгнули даже сквозь время и пространство, чтобы спасти всех и весь мир. Никакого Гару и никто другой в этой вселенной не знают об этом, кроме самого учителя Сайтамы. Это были слова Геннесса, которые, казалось бы, нет, но, думаю, все-таки намекают на то, что все-таки в этой вселенной есть те, которые знают о том, что сделал Сайтама. Во-первых, это сам Бог, а во-вторых, это Бласт с защитниками вселенной. Далее мы слышим голос Гару, который просит Торео проснуться. Тот приходит в себя, услышав его голос, и видит дух Гару из того таймлайна, который смог переместиться в этот таймлайн. Он увидел, что его план по спасению сработал. Он улыбнулся и исчез. Торео поспешил на поле битвы, где в это время жалкие маечники добивали Гару, который совсем не обращал на них внимания. Для тех, кто думает, что Гару не смог ответить этим жалким людишкам, он смог бы. Просто ему не было до них дела, ибо он думал о том, что проиграл Сайтаме, и что ему никогда его не победить, что бы он ни сделал. Та-ха, что случилось, неудачники? Эти жалкие удары все на что вы способны? Далее появляется Сайтама, заявляя, что он тот, кто справился с Гару. Естественно, все остальные думают, что это дело рук Бласта. Жалкие герои все еще били Гару, который, по словам Геннесса, специально дает им это делать. Герои С-класса подходят к нему и хотят сами с ним расправиться. Но затем появляется Торео, который останавливает милую маску и просит их не трогать Гару, говоря, что он на самом деле хороший, и что он много раз спасал его. Кинг вспоминает, что Торео рассказывал о дядьке, который спас его, и осознает, что Гару на самом деле не такой уж и плохой, как им его все видят. Кинг подходит к Гару и разгоняет всех героев, а затем и Сайтама. Они не дают героям добивать Гару, ибо только Сайтама, Кинг, Геннесс и Торео знают, что Гару выбрал не тот путь, и на самом деле он просто хотел стать героем. Гару сваливает с поля боя, да так быстро, что только Сайтама это замечает, после чего появляется Стальной Рыцарь, который вышел, чтобы избавиться от всех угроз, таких как останки после ядерных взрывов, останки монстров и всего мусора. А в это время Сайтама с Геннессом в руках уходят в красивый закат. И на этом глава заканчивается, как и вся семилетняя арка, с чем Мурат и всех поздравил у себя в Твиттере. Что ж, друзья, на этом все. Через две недели выйдет новая 215-я глава, где нам, скорее всего, покажут последствия всех этих сражений. И еще то, как Стальной Рыцарь подметает все под себя. А еще он поможет отстроить все эти разрушенные города. Хочу поблагодарить Вана и Мурату за отлично проделанную работу. Они дали нам незабываемые эмоции. Если вы думаете, что это конец всей манги, то нет. Друзья, не стоит расстраиваться. Они с Ваном скоро продолжат мангу, так что будем ждать. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Если хотите поддержать меня донатом, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Всем спасибо за поддержку. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока.